Задание номер один из пятого тренировочного варианта основного государственного экзамена по математике для девятого класса. Найдите значение выражения 4,8 умножить на 10 минус второй степени умножить на 8 и умножить на 10 минус второй степени. Так как у нас выражение содержит только произведение, то можно скобки убрать. Почему? Потому что от перестановки места множителей произведение не меняется. И после того, как мы уберем скобки, мы можем перемножить данные числа в любом порядке. То есть мы можем перемножить следующим образом. 4,8 нам так удобнее. Умножим на 8 и 10 в минус второй степени умножить на 10 в минус второй степени. Умножаем 4,8 на 8. 8,8 64, 4 пишем 6, запоминаем. 8,4 32 и 6 запоминали. Получается 38. И один знак после запятой. Почему? Потому что один из со множителей содержит один знак после запятой. Получается 38,4 умножить. Теперь перемножаем 10 в минус второй на 10 в минус второй. При перемножении степеней с одинаковыми основаниями основание остается тем же, а показатели степеней складываются. То есть получается надо минус 2 прибавить минус 2. Показатели степеней складываем. Получаем 38,4 умножить на 10 в минус четвертой степени. Что такое 10 в минус четвертой степени? Это единица делена на 10 в четвертой. То есть по сути дела нам необходимо разделить 38,4 на 10 в четвертой степени. То есть 38,4 мы должны разделить на 10 в четвертой степени. Чтобы разделить на 10 в четвертой степени, нужно запятую перенести на 4 знака влево. Почему? Потому что 10 в четвертой степени это 10 тысяч. То есть единица с четырьмя нулями. Значит если мы делим на 10 тысяч, мы должны запятую перенести на 4 знака влево. Переносим запятую на 4 знака влево. Получается на один знак, на два и еще два нуля впереди нужно подставить. Получается 0,00384. То есть получилось у нас следующее число 0,00384. Почему 100 тысяч? Это у нас, если бы один знак был, десятые, это сотые, это тысячные, десятитысячные и 100 тысячные. То есть получается 0,00384. Запишем это число в ответ. То есть пишем ответ 0,00384. То есть 0,00384. Задача решена.